Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами утренняя рубрика по комментариям. Но вообще, ребят, не только по комментариям. И немного хочу коснуться некоторых моментов, которые и я, оказывается, упустила и пропустила. Да, конечно же, это жесть, это позорище и вообще стыд и срам. Но начнем мы, наверное, с уральских комментов. На канале Уралочки написали комментарий касаемо бройлеров. И мне хотелось бы зачитать комментарии Елены Шевцовой и ответы к этому комментарию. Ей написали, ну вы и чуды, сами вы бройлеры. То, что вы представили, как уход за ними, вжик-вжик, чик-пук, чё бы нет, комедия, ей-богу. Ну и ответы. Вы правы на все сто. Люди не представляют, как ухаживать и говорят об этом, как будто всё так просто, как два пальца об асфальт. И дальше. Это опыт. А отрицательный тоже опыт. Пусть попробуют. Это же их жизнь, и они сами должны её прожить. Дальше. У меня друг держал в летнее время на даче пять сыпушек. Ну, ездил, кормил утром и вечером. Всем подряд. Очень хлопотно. Проще покупать в магазине. Ну-ну, воистину, век живи, век учись. Но зачем так жёстко учиться, если можно заранее всё разузнать и взвесить все за и против? Дальше. Да какое там вжик-вжик? Это адский труд. Кормёжка, уборка за ними. Конечно, слов нет. Это своё мясо. Потом зарубить, общипать, обработать. Короче, делов куча. Ну, и последней девочки. Ну, она не дура, а в торговле работала. Всё она проверит, что и как. Ну, что касаемо не дура. И в торговле работала, ребят. Ну, так а в таком случае где их голубика? Если она всё проверит, да, и всё будет делать как нужно. Да, голубика где, если она купила кусты и не знала даже, как правильно высаживать эту голубику, что она у неё пропала. Что говорить уже про бройлеров? Конечно же, это хлопотная работа. И вот, допустим, я бы не взялась, даже если бы у меня был свой дом. Потому что, слушайте, нужно учиться этому. А уралка и учёба, конечно же, несовместимы. Да и посмотрите на неё. Она едва передвигается. Опять всё же работа эта бройлерная упадёт на плечи Сафара. Ну, может, ребят, он хочет её как-то в чём-то закрутить, чтобы она меньше его, что ли, контролировала. Или она решила его окончательно привязать к цыплятам, потом уже к курицам огроменным, да, дабы он от неё никуда не сдулся, а постоянно с ней таскался на дачу. Ну, слушайте, вот то, что они оба не думают, да, прежде чем что-то делать, так это, ну, понятно. Ну, блин, ребят, пускай чё хотят, то и заводят. Вот, пускай у них не получается, пусть получается, но на самом деле, да, вжик-вжик-чик-па... Травы нарвали, травой накормили и за месяц вырастили огромных-огромных бройлеров. Ну, пусть чё хотят, ребят, и правда, то и делают. Просто я это к тому, что Уралочка никогда не думает перед тем, как что-то делать. У неё всё бегом надумала, сделала. И я не думаю, что они как раз-таки продумывали всё это досконально, раз она сказала, ну, чё, закрыто там в понедельник, значит, во вторник поедем, да. Ничего страшного, за это время сляпаешь там курятник какой-нибудь на том месте, где клубника не росла. То есть это непродуманные действия. Если бы они продумывали, то они как-то бы заранее готовились к этому. А так ничего не думали, ничего не хотели, а решили купить просто наобум, что ли, цыпляток, чтобы через месяц съесть курицу. Ну, короче, как-то так. Ну и дальше, ребят, я упустила момент безобразия. Но говорила как раз-таки, говорила о том, что Уралочка в неподобающем виде, да, ходила на даче. И это в первых её ещё видеороликах. И Сафарик снимал её, скажем так, откровенно оголённую грудь. Ну, не полностью, конечно же. Но всё же, что для таджика как раз-таки ненормально снимать свою жену, пусть даже русскую, пусть даже гражданскую в таком виде. Потому что его же смотрят и друзья, и братья, и родители. Но в сегодняшнем, вернее, во вчерашнем видеоролике, ребят, я просто упустила этот момент и, честно, была шокирована. Когда Уралка выходила из теплицы, и в подоле у неё в этом халате, мокром, потном, грязном, была гора огурцов. И она снимала эти огурцы. Ну, а раз она в подоле несла, то понятное дело, что все ноги у неё и ляжки были оголённые. И мало того, что у неё этот вырез стал огроменный, и грудь чуть ли не вываливалась, да, и это было заметно. А снимала она сама себя, а не сарафан. Поэтому во весь рост, понятное дело, что она не могла себя показать. То понятно, что перевесил халат с огурцами, и этот разрез-вырез стал огроменный. И, конечно же, было ужасно, это безобразие заметно. Ну, а про ляжки я молчу. Их не видели мы, но их увидел Абдугани. И этот момент – это просто жесть. Уралка к нему обратилась. Абдугани говорит, что сидишь, что делаешь? А она, получается, как раз-таки вышла из теплицы и прям перед носом пацана, задравший подол, с этими огурцами вещала. И представляете, ребят, это всё у него на глазах. Естественно, он отвернулся, и он не смотрел на неё. Для него это был шок. Ну, представляете, что он в Таджикистане видит? Он видит женщин, да, у которых длинные платья, длинные юбки, либо под юбкой ещё и штаны, как они называют, шаровары или как, ну, в общем, не знаю. А здесь огроменные ноги, задранный этот халат, подол с огурцами и ещё и почти вывали на грудь. Вот представьте, в каком состоянии был пацан. И было заметно, что он не смотрел на неё, когда она к нему обращалась и ему говорила, а потом такой, знаете, короткий взгляд и снова в сторону. Барабану его, наверное, бедного коробила не по-детски. И вот представьте, они ходят к психологу, к неврологу, занимаются с ребёнком, и тут такой шок пацан видит. Это ужас, ребят, это просто стыд и срам. А ей малохольной, вот по барабану, ребят, ну, вот правда, и ей по барабану. Она не понимает, да, что там свои законы, и там свои понятия, а ей нормально. Вывалила ляхи на показ пацану. И ещё что-то у него спрашивает. И стоит, слушайте, ржёт. Снимает себя, выставив ноги, да, свои на показ мальчишке, и гогочит. Ну и стыдобище, ребят. И я этот как раз-таки момент пропустила. Это просто жесть, ребят. Самая настоящая жесть. Ну, ладно, ребят, Уралка всё это дело снимала и демонстрировала. Но неужели ты, папашка, таджик, и допустил такое выставить на всеобщее обозрение? И понимая, что люди всё это увидят. И понятное дело, почему пацан отвернулся. Видимо, Сафар хотел показать как раз-таки любовь свою к Уралочке. То, говорит, я только одну тебя смотрю. Да, а тут такое всплывает безобразие. Да, наверное, от сильной любви. Прям от сильной любви он допустил, чтобы такие кадры имели место быть. Ужас, ребят, честное слово. Я в шоке после увиденного. Но самое главное, ребят, ужасно смотреть на реакцию ребёнка, который не хочет на неё смотреть, а она как будто ещё призывает, обращается к нему, снимает его, чтобы посмотрел, что ли, на неё. Фу! Какая же, ребят, эта мерзость. В общем, нет слов у меня. Нет слов. Одно сплошное фу. Сафар так не любит, когда я говорю фу. Но это действительно фу. Это просто отвратительно. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я благодарна каждому из вас за вашу поддержку, за ваши комменты, за ваш юмор. Вы самые классные, вы интересные и юморные. Не устану вас благодарить. Прекрасного вам всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока.